Визит российского президента в Австрию это частная поездка и она не влияет на внешнюю политику страны. Об этом заявили в австрийском МИДе. Напомню, местные журналисты раскритиковали главу ведомства Карин Кнайсел за то, что она пригласила Путина на свадьбу. Торжество состоялось сегодня в ресторане на юге Штирии. Из Австрии Путин поехал в Германию на встречу с Ангелой Меркель. Подробности узнаем у нашего корреспондента Татьяны Нологуновой. Она на прямой связи со студией. Таня, здравствуй, расскажу, начались ли переговоры и какие темы заявлены. Тебе слова. Да, Катя, встреча уже началась буквально полчаса назад, то есть с небольшим опозданием. И проходит она не в Берлине, а в часе езды от столицы. Меркель принимает Путина в замке Мезеберг. Это загородная резиденция канцлера. И нужно сказать, что это первый рабочий визит российского президента за долгое время. Да, он бывал в Германии на саммитах Большой двадцатки и Нормандской четверки. Но вот на двустороннюю встречу с канцлером в последний раз прилетал пять лет назад. Формат переговоров тоже необычный. Короткие заявления для прессы до и никаких после. Пресс-службы объясняют это так, где, дескать, беседа может затянуться надолго. И они не хотят заставлять журналистов ждать. Вот такое вот объяснение, хотя обычно это никого не смущает. Тем тоже много, только среди заявленных сторонами. Это ситуация на Донбассе и выполнение минских договоренностей, строительство газопровода «Северный поток-2», «Сирия» и «Иран». Тем для обсуждения много. Это и конфликт в Украине, и темы, которые продиктованы политикой Соединенных Штатов и международной обстановкой. Например, что будет с «Северным потоком-2» в свете возможных американских санкций, и как эти санкции повлияют на немецко-российские экономические отношения. Ангела Меркель заинтересована и в разговоре по Сирии. Что намерен предпринять Башар Асад? Смогут ли в ближайшее время беженцы вернуться в Сирию? Еще одна важная тема – Иран. Здесь у Германии и России схожие позиции. Они, в отличие от США, выступают за сохранение соглашений по ядерной программе. Ну вот как долго продлятся переговоры и чем они закончатся, пока можно только прогнозировать. Но сама Ангела Меркель накануне встречи сказала, что прорыва она не ждет, но надеется на конструктивный диалог. Катя? Таня, спасибо тебе за детали. Татьяна Лугунова была на связи со студией с последними новостями о встрече Путина и Меркель. Продолжение следует...